Девушки отдыхают Привет, мальчишки, девчонки! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы мне уже не просто дорогие друзья. После всего, что мы с вами пережили, вы теперь мне родные люди, братья, сестры. Тем более мы с вами делаем такие большие дела. Мы закончили с вами все основы основ и даже чуть-чуть больше. Мы знаем некоторые фишки и секретики. Теперь, когда ребенок учится говорить, следующим его шагом становится учиться читать и учиться грамоте. Ну и что, мы с вами не будем отставать от этого процесса. Как только вы научились играть, пора начинать учиться грамоте. В нашем случае нотной грамоте. Начнем мы прежде всего с того, прежде с того, мы начнем. Сейчас мы начнем с того, что выучим все ноты на грифе. Одним разом. Для этого нам даже не нужна гитара. Спрячем ее. Вот так ее не видно, я уверен. Все, что вам нужно запомнить для начала, это порядок нот вверх и обратно. Вверх знают многие. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. А обратно нужно потренироваться. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Повторяем это как могучую индийскую мантру. Каждый день. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Смысл в чем? Вам нужно запомнить следующее правило. Все нотки располагаются через лад. Кроме двух исключений. Есть две пары нот, которые будут располагаться на соседнем ладу смотрите внимательно возьмем открытую струну третью это у нас нота ля через лад от открытый то есть на втором будет располагаться следующие по порядку ноту берем порядок который мы выучили дурами фасоля си что идет после ля нота си си будет через лад следующая будет соответственно нота до когда ноты кончаются они начинаются по кругу дорами фасоля си дорами фасоля си и так далее следующий будет но туда она будет располагаться на соседнем ладу и это как раз первое исключение между си и до наименьшее расстояние то есть соседний следующее после до идет нота ре опять через лад следующий после ре идет нота ми опять через лад после ми идет фа фа второе исключение между ми и фа наименьшее расстояние между звуками таким образом все что нам нужно запомнить это вот эти две пары си до и ми фа все что нам нужно выучить в самом начале таким образом запоминаем открытую третью струну нотка ля и попробуем сделать весь гриф процесс понятен если не понятен отматываем еще раз смотрим запоминаем порядок нот и два исключения которые будут находиться близко си до ми фа остальные ноты все через лад но то ли а открытая третья струна но то си через лад но то до рядышком это исключением нота ре через лад нота ми через лад нота фа рядышком это исключение нота соль через лад нота ля через лад обратите внимание мы опять пришли в ля то есть мы начали с ля и здесь ля это все добро находится на 12 ладу на всех гитарах без исключения 12 лад отмечен вот такими вот двумя точечками обычно это еще дублируется на некоторых инструментах сверху на некоторых нет для удобства вполне достаточно иметь точки сверху 12 лад делит гриф пополам и в плане октавы то есть это ля и это ля и уже другой октавы что такое октава и объясню чуть попозже пока что нужно все что понять это что ноты идут бесконечно по порядку дурами фасоли седорами фасоли и вверх и вверх и вверх чисто свойства гитары которая поможет нам настраивать гитару это то что 12 лад делит пополам не только ноты на октавы но еще расстояние от порожка на грифе до порожка на корпусе если взять вот это расстояние 12 лад должен вот это вот железочка должна находиться ровно посередине если 12 лад смещен куда-нибудь гитара будет не строить для этого на всех электрических гитарах есть вот такие вот регулируемые седла под струны если эти седла регулировать можно сделать так что расстояние будет увеличиваться или уменьшаться и таким образом отрегулировать середину середину это называется подстроить мензурку тонкая настройка гитары все очень просто если у вас на тюнере открытая струна показывает ровно ля зажатая на 12 ладу струна показывает чуть выше чем ля чуть выше то звук надо сделать ниже соответственно берем седло и двигаем по направлению от корпуса то есть мы увеличиваем это расстояние звук становится ниже проверяем если все строят значит у вас гитара идеально настроена это вот такой способ отстройки мензуры очень полезная вещь когда мы начинаем заниматься нотами все эти нюансы нужно учитывать и привести инструмент в надлежащее состояние сегодня я серьезен как никогда потому что ноты как говорила моя учительница по сольфеджио никита убери рыбу федора спарты мы на сольфеджио я говорю нет он мне подсказывает смотрите смотрите дальше таким образом получается что проекция вот этой части грифа уходит вот сюда то есть у вас здесь еще один маленький гриф где ноты будут располагаться абсолютно также то есть если представить что гриф начинается вот здесь получается следующая вещь для через лад си рядышком до поскольку это исключение здесь тоже самое идет видите открыты через лад си но туда рядом к через лад рэ через лад рэ на всех инструментах для удобства есть еще вот такие одиночные точки меня часто спрашивают зачем эти точки нужны вот именно за этим они нужны чтобы не считать лады а просто смотреть наглядно например но туда находится на третьей точке ничего я говорю на 3 точки но туда находится на первые точки то есть вот у нас самая первая точка эта точка обычно рисуется больше для красоты и частый на инструментах и не бывает правило вот первая точка и наглядно видно да что от открытой через два лада смотрите здесь такая же история 12 лад и через два лада . здесь также будет но туда вторая . но таре будет здесь тоже будет но таре и так далее и здесь мы видим на двадцати четырех ладовых инструментах всегда еще две точки бывают вот здесь это уже на две октавы выше то есть здесь получается ля здесь получается ля и здесь тоже ля вот такая интересная история таким образом мы должны подобрать все струны смотрим вторая вторая струна у нас будет нота рэ и подбираем также весь гриф но достаточно подобрать до 12 лада как я уже объяснил там же здесь есть проекции в виде точек и вы можете легко уже звуки эти будете запомнить это вам такое вот моя подсказка то есть первое время изучайте в пределах 12 ладов звуки смотрите рэ через лад ми рядом фа это исключение я говорил через лад соль ля си до и опять рэ здесь все то же самое повторяется смотрим дальше и удивляемся вернемся в третьей струне у нас шло следующим образом открытая была ля второй лад си третий лад до пятый лад рэ а открытая вторая у нас тоже рэ и как видите их звучание совпадает если их звучание не совпадает у вас расстроена гитара более того это самый простой способ настроить гитару без тюнера вы зажимаете на пятом ладу и звук на следующей струне открытый должен совпадать слышите теперь звуки одинаковые у нас настроена гитара то есть получается у нас ноты со сдвигом если здесь рэ ми фа то на третьей струне рэ ми фа будет от пятого лада помимо всего прочего мы совпадаем по свойству струн по гитарному строю здесь рэ здесь рэ здесь ми здесь ми таким образом вы можете играть одни и те же мелодии в разных позициях например рэ ми фа я сыграл на 3 струне теперь я сыграюсь то же самое через открытую рэ ми фа в теории может звучать непонятно что нужно сделать нужно изменить отношение к теории чаще всего все начинают изучать ноту и теорию для того чтобы ходить по улице и плевать людям в ухо ты я знаю теория ты нет шел вон смерть это неправильное отношение теория нужна в первую очередь для того чтобы применять ее на практике вот и будьте добры применяйте не слушайте меня и жуйте одновременно вашу любимую шурму мою любимую но не важно а возьмите гитару отмотайте видео назад и каждое мое слово проверьте на гитаре попробуйте сыграть проверьте вдруг у вас не строят по 12 ладу мензура вдруг у вас не строит по пятому ладу просто гитара расстроен проверьте чтобы звуки совпадали посчитайте ноты и делайте это регулярно и запомните таким образом можно посчитать все звуки остальные идем от 2 струны рэ ми фа ми фа рядышком это исключение через лад соль через лад ля мы уже знаем что на 5 на ладу звук равен следующий открытый то есть первая струна будет нота соль то есть чтобы просчитать все ноты на грифе достаточно запомнить какую-нибудь одну открытую струну поскольку я человек выросший во дворе всегда играл блатные песни в ля миноре я запомнил все от ноты ля то есть открытая третья струна это и есть нота ля и от нее можно просчитать весь гриф можете последовать моему примеру можете найти более удобный способ для себя вернемся к 2 и 1 струне на 2 струне нота соль на пятом ладу значит открытая первая струна будет какая тоже нота соль даша путешественница я у нее фишку посмотрел я задаю вопрос и жду какая открытая первая струна жулик не воруй таким образом вы можете прочитать все остальное первая струна соль через лад ля через лад си через это рядышком до от си это исключение через лад ре через лад ми рядышком фа это исключение и двенадцатого соль здесь уже вся история опять повторяется от двенадцатого ладно теперь как вы думаете ну кто знает кто уже дофига басе взрослые не отвечайте не подсказывайте другим как вы думаете какая нота будет открытая четвертая струна и как это посчитать правильно не знаю чего вы ответили но у даши путешественницы это всегда срабатывало мы берем открытую третью струну но то ля и по нашему правилу нота зажатая на пятом ладу приравнивается к следующей открытой то есть получается какая у нас ля открытая этот же звук будет находиться на четвертой струне на пятом ладу о чудо слышите один тот же звук ну почти нам лень настраивать гитары мы играем только на расстроенных мы же басисты соответственно мы можем теперь посчитать в обратную сторону самом начале я сказал что вы должны но ты знать вверх по порядку и вниз по порядку перед ноты ля стоит нота соль соль будет через лад еще через лад будет нота фа и у нас есть исключение си до и мифа это ближайшие звуки значит соседний лад будет нота ми а так как соседнего лада нет это будет просто открытая правильный ответ был нота ми если вы ответили правильно возьмите пирожок если вы ответили неправильно возьмите плетку и отхлестайте себя а мы с федором посмотрим он уже ничего не увидит наверное смотрите дальше когда мы посчитаем все нотки на грифе я вам дам маленькую подсказочку как их быстренько запомнить сначала устроить себе телевикторину соберите бабушку маму сестру дайте им цифры чтобы они оценивали вас и просите их называть любую ноту например там до и вы быстро ищите все ноты до в пределах двенадцатого лада да 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 я получил печеньку соль 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 таким образом вы приловчитесь искать их быстро сначала будет получаться медленно типа да где да так погнали на четвертой струне ми фа соль ля си до вот здесь на третье ля си до вот здесь на это и как это на 32 струне фа соль ля си до вот здесь ну и так далее это будет сначала медленно когда у вас начнет получаться быстро пробуйте делать набор из звуков по два звука или по три звука вверх и вниз например нашли соль сделайте два звука вверх и назовите получается соль ля сделайте это на всех струнах найдите соль ля соль ля соль ля соль ля соль ля соль ля и так далее но я уже нарушил правил за двенадцатый лад вышел не делай так пока далее делайте по три звука например дорами 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 или в обратную сторону чуть сложнее например находим нотку ми делаем три ноты вниз не рэ ну жулик не воруй до ми рэ до или например ми рэ до ми рэ до ведь как удобно это мы выучили с переходом на одну струну когда начнет получаться пробуйте играть по три звука вверх на разных струнах например берем нотку какую-нибудь находим вот здесь например есть нота рэм вы уже приловчились посчитали и играем три звука вверх на разных струнах то есть например этот звук мы сыграем на четвертый а два других на треть струне рэ после рейд отми после ми идет о молодчина роднуля мина ближайшие ми на треть струне будет вот здесь на седьмом ладу рэ ми и фа рядом сыграем может здесь можно здесь например видите очень удобно таким образом вы научитесь быстро искать ноты и постепенно их запомните после того не поленитесь и все партии которые вы играете про себя четко громко проговариваете название нот играете гражданскую оборону я не знаю про по-моему так и проговариваете вслух название нот первое будет ля фа то ми вот теперь сыграйте другие ля фами например да звуки остаются те же но они в разных октавах это и есть термин октавы это звук который одинаковый по звучанию но разные по качеству то есть более высокий или более низкий например ля и теперь сыграю на кто выше звучание осталось то же самое но качество изменилось то есть стал более высокий звук но более сложный термин октавы мы изучим чуть попозже эти подмигиваю такой шальной когда вы приловчитесь и запомните все ноты на грифе вы зайдете на замечательный канал мир музыки ну естественно сейчас вы поставите лайк вот тоже федор должен встать он только после лайков станет зайдете на канал мир музыки и я вам буду там уже в следующих видео объяснять как но ты на бумаге читать прям мы будем супер грамотный это азбука сейчас была самая грамота еще впереди друзья мои спасибо что посмотрели и пока